Следует начать с того, что подобное подведение итогов благоустройства жилых территорий, мероприятие в Московском районе не одноразовое, потому и собираются на него люди неравнодушные. Но следует также отметить, что награждение победителей смотра конкурса по благоустройству не основная часть встречи. Ответственные руководители ЖЭСов и ЖРЭУ на нем также присутствуют, как и председатели кооператива. В Московском районе порядка 500 домов относятся к разряду кооперативных, и эта цифра немалая. Следить за порядком должны или обязаны сами жильцы. Дома, где ни ЖЭС, ни органы государственного управления устанавливают, как платить, как организовывать свою повседневную деятельность, а где сами жильцы, являясь владельцами своих квартир, самоорганизовываясь, определяют, как им существовать в этих домах. Вот почему мы придаем особое значение руководителям именно кооперативов, жилищных кооперативов, с точки зрения их юридической грамотности, с точки зрения обобщения опыта, с точки зрения умения гасить какие-то конфликты, которые неизбежно, к сожалению, бывают в каждом кооперативе. И вот у себя в районе мы наладили такую постоянно действующую систему обучения руководителей первичного звена, то есть руководителей ЖЭСК. У нас их 350 человек, достаточно большая армия руководителей. От председателя кооператива зависит, если не все так многое. Какими будут подъезды и прилегающие к дому территории, как будут благоустроены детские игровые и спортивные площадки. Насколько воспитанным ведут себя наши дети – это разумная договоренность взрослых. А взрослые люди порой могут поучиться у детворы и воспитанию, и прилежанию, и манерам. А проводимый смотр-конкурс – это своеобразное подталкивание к здоровой конкуренции между соседями. Если, может, мой сосед, почему не могу я? Сделаю-ка я лучше. Каждый по чуть-чуть старается, кто во что гораст. Каждый в меру своих возможностей. Прежде всего, красота. Хочется, чтобы жить просто, жить красивее. Стараемся где-то как-то что-то благоустраивать, чистоту поддерживать, те же цветы высаживать, чтобы красиво было. Но, возвращаясь к тематике мероприятия, следует отметить, что главой администрации Московского района Александром Рогачаком было высказано предложение по разумному кооперированию кооперативов с городским ЖРЭО по многим вопросам. Здесь еще мы ведем речь о конструктивном взаимодействии между жилищным кооперативом и ЖРЭО города Бреста. Вероятно, есть иногда необходимость перейти на техобслуживание в ЖРЭО, чтобы с помощью господдержки решить тот или иной вопрос. Возможно, с помощью государственного учреждения ЖРЭО можно решить вопросы и по благоустройству и так далее. Поэтому наш сегодняшний семинар такой многопрофильный. И я уверен, что задачи, которые мы ставим, сегодня мы решим. Лариса Озмолович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.